Мусор слишком ценный материал, чтобы хранить его на полигоне. Современные технологии позволяют делать на нем деньги, заявили чиновники на заседании в правительстве. Сегодня в Улан-Удэ работают две линии по переработке медицинских отходов и отработанных автошин. Последние уже используют во вторичном производстве. Мы сегодня поставляем резиную крошку четырех фракций для Красноярска, для Иркутска, для Читы. Ну и очень большое количество, что в общем-то приносит удовлетворение, идет для Бурятии. То есть стадионы в Иволге, стадионы в Закаменске, стадион 25-й школы, детские площадки. Очень прекрасный спортивный комплекс 22-го интерната. Посмотрите, там везде и всюду покрытие из резинной крошки, произведенной уже нашим заводом. Дальше больше. Если проект пройдет государственную экологическую экспертизу, то юго-западный район Улан-Удэ будет отапливаться переработанным мусором. Правда, затраты на завод более 2 миллиардов рублей. И срок строительства довольно большой – 28 месяцев. Но, как утверждают чиновники, это того стоит. Если вы спросите любого ученого-эколога или просто эколога со стажем, они все вам скажут – диоксины не улавливаются. Сегодня мы видим, что все передовые страны нашли технологии, нашли способы именно прижигания, улавливания вот этих загрязняющих веществ. Эти технологии сегодня развиты в Германии. Опыт этой страны и перенимает Бурятия. Основной их принцип – сжигание переработанных отходов. Именно сжигание с использованием современных технологий, утверждают специалисты, позволяет избежать вредного воздействия на окружающую среду и заработать на этом. Германия является густонаселенной страной, поэтому защита окружающей среды уже более 30 лет играет огромную роль. Уже тогда не было территории для создания полигонов и ставилась задача продлить срок действующих полигонов. Мусороперерабатывающий завод построен в районе силикатного завода. На него уже потрачен 1 миллиард федеральных республиканских и городских денег. Необходимы еще немалые затраты именно от государства. Частное предприятие не осилить такие расходы. Чиновники заверили – на тарифах для населения эти суммы никак не скажутся. Предприятие по проекту довольно прибыльное. В наше время и на мусоре можно неплохо заработать. Анастасия Лисова, Борис Геленов, Первая альтернативная.